Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Знаете, провели пару, три-две минуты и встали, и проходило остальное наше служение. Ну, как бы сегодня хотелось, и желание сердца моего, как бы хотелось, чтобы каждый из вас сегодня на этом месте, чтобы воистину приблизиться к нашему Господу. И знаете, иногда мы знаем живого Бога, который знает наши мысли, который знает наше помышление. И знаете, мы приходим, и да, Он знает, Он все знает, Он все видит. Но знаете, Он тот, который знает, но Он хочет также и слышать, слышать из каждого из наших уст, что ты сегодня, в чем ты сегодня нуждаешься, как ты сегодня Его благодаришь, как ты сегодня Его славишь за то, что у тебя есть в твоей жизни. И знаете, на это я хочу сегодня прочитать в коротце Слово Божие, хочу сегодня поразмышлять, и как это родилось, почему это впало на мое сердце. Как уже было сказано, уже этот год он пролетел, он уже прошел почти два дня, всего осталось в этом году. И знаете, я смотрю, я недавно просто так, сидя, придя домой с работы, я сел на диван и наблюдал за... Когда жена приготовила что-то покушать, я наблюдал за моей дочуркой, как она бегала по залу, как она все делала, приносила мне всякие игрушки, чтобы, знаете, я с ней игрался. И я наблюдая за ней, я видел, как она уже все, что могла, принесла, мне дала. И знаете, уже начало что-то от меня требовать, чтобы я что-то ей дал, что-то ей сделал. И знаете, что упало мое сердце, над чем я задумался, то, что когда она что-то хотела, она просто показывала своим маленьким пальчиком, и она произносила какие-то не слова, а какой-то звук, детячий просто звук. И знаете, я, видя ее, я зная, куда она, что она показывала, и что она хотела, я знал, что она хотела, ну, как отец. Я знаю, что она уже возрастает, она уже в тех годах, когда она должна уже говорить пару слов, и она говорит пару слов, но знаете, хотел, я как отец, хотел от нее услышать то, что она хотела, то, что она спрашивала. Мы не раз уже и говорили, что, ну, и как произносить эти слова. И знаете, она просто показывала, и на что-то своим детским звуком непонятным она что-то говорила, и как отец, и хотел просто от нее услышать те слова, те слова, что папа, я хочу то, или я хочу это. Она не говорила так, она просто показывала, и я сидел, и знаете, я знаю ее мысли, я знаю, что она хотела, я просто не получил, но как отец я встал, я дал своей дочурке то, что она хотела. И знаете, я задумываясь над этим, я читал Слово Божие, прислал мне на мы и на память и Слово Божие одно место, которое я хочу сегодня, чтобы мы вместе посмотрели, прочитали и сегодня что-то получили. И перед тем, как мы будем молиться, чтобы мы что-то увидели, то, что Бог делал, как Бог совершал свои чудеса, как Бог действовал. И знаете, как никогда нам, я всегда так говорю, как никогда, я с каждой неделью, с каждым, знаете, мы приближаемся к тому дню, когда придет наш Господь и Спаситель. И сегодня, сегодня бы хотелось, сегодня бы хотелось, чтобы наши, чтобы мы, когда мы встанем на наши колени, чтобы мы не просто вставшие на наши колени и думая в наших мыслях, думая, что Бог уже знает, что нам надо, Бог уже знает, что мы хотим, Бог знает наше сердце, Он знает наше состояние, Он знает наше будущее, зачем Ему еще говори, зачем Ему надо в словах высказывать. И чтобы вы сегодня так не думали, чтобы сегодня в этом служении, сегодня эта молитва, она возносилась нашему Господу. Я хочу, чтобы мы вместе открыли от Матфея 20 глава, с 29 стиха. Я хочу прочитать это событие, которое произошло, и чтобы мы увидели себя в этой истории, чтобы мы увидели, что Бог хочет от каждого из нас, что Он хочет, что Он хочет слышать наши нужды, что Он хочет слышать наши проблемы, Он хочет слышать наши благодарности к Ему. И еще раз я хочу сказать, это от Матфея 20 глава, я начну с 29 стиха и ниже. И когда выходили они из Ерехона, за ним следовали множество народа, и вот двое слепых, сидевшие у дороги и услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас Господи, сын Давидов. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, помилуй нас Господи, сын Давидов. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, чего вы хотите от Меня. Я буду читать дальше, но хочу, чтобы мы остановились на этом месте. Этот вопрос, который Иисус задал этим слепым людям, этим людям, которые с Лизанем, которые кричали, Иисус задает им этот вопрос, чего вы хотите от Меня. Знаете, сразу здесь можно тоже сказать, Иисус, Ты тот, который мы читаем вначале, что Он, зная помышления, Он, зная помышления учеников, Он им говорил, Он их научал, Он, видя, что народ думает, Он говорил им. И здесь стоят перед Ним двое, эти слепые люди. Они стоят перед Ним, они и бежат за Ним, не крича, знаете, что еще Иисус мог бы думать, что еще они хотят. Конечно, они хотят услышать, но знаете, здесь Иисус задает им этот вопрос, чего вы хотите. И знаете, можно много об этом разговаривать, почему Иисус задал этот вопрос, почему, когда Он все знает, когда Он все видит, когда Он знает все наперед, Он задает этот вопрос. И я хочу дальше прочитать. Он говорит им, они говорят Ему, Господи, чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилостерившись, преклонился и сказал, преклонился глазам их, и тот час, прикоснувшись глазам их, и тот час прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Слава нашему Господу! Братья и сестры, и я хочу, чтобы мы здесь еще немножко задержались, еще немножко задумались над всем, что произошло. Иисус Христос, зная их нужду, Он, зная ихнюю проблему, они стояли перед Ним, Он видит, что они хотели видеть, Он знал это, но Он задает этот вопрос. И знаете, мы видим, мы видим, что происходит. Иисус отвечает на ихнюю нужду, Иисус преклонуя, Он предложил Свои руки, Он исцелил их. И, знаете, в нашей жизни, если мы посмотрели на этих, на двух людей, которые исчезли за Иисусом, да, может, может, может казаться нам, что Иисус знает, Иисус все наперед в Его, Он знает наше будущее, Он знает наше желание, и, может быть, может, мы приходим к Нему, мы ищем Его, мы идем за Ним. И, знаете, я хочу, чтобы мы обратили впереди, что происходило, когда эти люди, когда эти люди ищли за Иисусом, когда эти люди узнали, что проходил Иисус, что они делают? Они встают, они бежут, они кричат, и, знаете, когда это происходит, люди им говорят, чтобы они замолчали, люди им говорят, чтобы они перестали, но что они продолжают делать? Что они делают? Они не смотрят на то, что люди говорят, они не смотрят на то, что, может, мир сегодня говорит нам, сегодня мир старается закрыть нас, он говорит, что никакой пользы сегодня такое происходит, почему на тебя Бог обращает внимание, сейчас такие большие проблемы, твоя маленькая проблема, она ничего сравнится с тем, что происходит в этом мире, и, ну, знаете, не в этом сегодня, не об этом хочу сегодня говорить, сегодня хочу говорить, что если ты будешь искать, если ты будешь стараться, если мы сегодня будем взывать нашему Господу, несмотря на сколько уже лет, годов прошло, несмотря на сколько молитв сегодня было вознесено, сегодня я хочу, чтобы я себе говорю и каждому из нас, чтобы мы подбодрили, чтобы мы не унывали, чтобы мы не остановляли, чтобы мы не смотрели на людей, которые хотят сегодня, чтобы мы замолчали, на людей, которые сегодня хотят, чтобы мы остановились, чтобы мы перестали кричать, чтобы мы перестали взывать нашему Господу, потому что, знаете, оно так и есть, Он знает наше помышление, Он знает наши мысли, Он знает наши желания, Он знает наше будущее, но, знаете, читая, смотря на это Слово Божие, смотря на эту историю из Слово Божие, Иисус Христос задает этот вопрос, чего ты хочешь, чего вы сегодня хотите, что вам надо, что вы хотите, чтобы я сделал. И, знаете, мы, может, уже многие года мы просим нашего Господа, мы взываем к Нему, мы молимся, мы приходим к Нему. И, знаете, сегодня пусть наши молитвы никто сегодня не закроет, никто не заставит нас перестать, может сегодня приходить в 9 часов, как мы имеем группу, которая приходит и молится, братья и сестры. И, знаете, может, сегодня ты в своей патронной комнате, и ты сегодня на своей работе, может, уже много лет молишься за своих детей. И уже, может, приходят эти мысли, что Иисус уже знает, и у Иисуса есть план, Он, если хочет, Он сделает, и ты начинаешь смиряться, ты уже не молишься, ты уже думаешь, что если Иисус хочет сделать, то Он что-то сделает. Сегодня я хочу сказать, что нет, Иисус, Он хочет слышать то, что ты, твою нужду, Он хочет знать, в чем ты сегодня нуждаешься, и что прекрасно. Когда эти слепые люди, они сказали Иисусу ихнюю нужду, когда они сказали то, в чем они нуждались, Иисус же, умилоследовавшись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним, слава нашему Господу. Братья и сестры, еще хочу сказать, что-то, вот эти слова, где почему-то, знаете, эти люди были слепые, и Иисус обращается, Он говорит, Он прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Могли бы эти люди пойти, они могли, знаете, бывшись слепым, ничего не видя, они могли побежать сразу к своим семьям, они могли побежать сразу к своим домам, и что-то, и что-то, и что-то другое делать, что-то другое над чем-то другим наблюдать, или на что-то другое смотреть. Ну, не то здесь произошло. Когда открылись глаза их, они пошли за Ним, они пошли за Иисусом. И знаете, может, сегодня у нас не всех есть эта великая нужда, может, не всех сегодня на этом месте есть какая-то нужда, с которой мы уже, может, боремся, с которой мы, которую мы приносим к нашему Богу. Ну, может, есть здесь, на этом месте, и в нашей жизни, и в христианской жизни бывают случаи, когда закрываются наши глаза, когда закрываются наши духовные глаза. Когда мы не видим то, что сегодня хотел бы Иисус, чтобы мы видели через наши духовные глаза. И сегодня Иисус, Он хочет, Он хочет, Он хочет, если сегодня наша духовная жизнь, она упала, наши духовные глаза, они закрытые. Мы не видим той славы Божьей, мы не видим той благодати Божьей, той сегодня Иисус Христос, Который среди нас, Который тот самый вчера, сегодня вовеки, тот самый Он хочет. Он хочет сегодня открыть, Он хочет сегодня показать Свою славу, Он хочет показать нам, какой добр Он, как Он велик, какой чудный Он. И Он хочет сегодня, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы пошли за Ним. И в этих пару днях, которые остаются в нас, можно даже сказать, сколько часов у нас осталось в этом остатке нашего года. Давайте мы, как никогда, придем к нашему Господу, если у кого есть какая-то нужда. Да, этот год качается, может, мы уже решили в этом году, уже все, на второй год мы начнем опять ревновать, опять мы начнем искать нашего Господа, опять мы начнем молиться, как мы когда-то молились, когда вначале нас коснулся Господь, когда вначале к нам пришел Господь в нашу жизнь. Давайте не ждать, потому что давайте несколько часов, которые остались еще в этом году, в этих пару днях, которые еще остались, может, и может прийти наш Господь Иисус Христос, и мы не дождем этого Нового года. Пусть Бог поможет нам, каждому из нас вначале, мне понять то, что Он хочет от нас, Он хочет слышать, Он хочет знать наши проблемы, Он хочет знать наши нужды, Он хочет слышать эти благодарности, которые есть в нашей жизни. И в этой молитве пусть не молчит ни мое сердце, ни молчит твое сердце, пусть мы найдем в этой молитве слова, и прославим нашего Господа, прославим Его, и возвеличим, и отдадим Ему все наши нужды, все наши проблемы, потому что, еще раз, Он хочет, Он хочет знать Твою и мою нужду. Пусть Бог благословит и поможет каждому из нас. Мы пристанем наши колени, будем молиться. Аминь. Пусть Бог благословит и поможет каждому из нас. 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 Богу хвала, Богу хвала, Богу добудет хвала. Людям всем придет спаситель, полный мир и благодать. Он небесную победитель, почтем грешни сам принять. Людям всем придет спаситель, полный мир и благодать. Он небесную победитель, почтем грешни сам принять. Позвищи Его прослави, преклонившись впереди. Боже, Сын стал человеком. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Богу хвала, Богу хвала. Совместно скажем славу нашему Господу. Я, когда мы пели вот этот псалом, который мы долго повторяли, и подумал, он уже очень давний псалом, и его пели очень много людей, наши дедушки и бабушки, возможно, прабабушки и прадедушки. И особо нот не знали, и настолько голосов они могли петь. И у нас тоже очень хорошо получилось. Так что, получается, что вы все, мы пели это, можно сказать, общим хором. Так что, все, кто желает, могут приходить в хор. Получается, я никого не слышал, что кто-то, так сказать, или в сторону ушел. И все было. И я думаю, не главное, что мы, может, кто-то и спортал ноту какую-то. Но было наше пение таковое, что я думал, что Господь принял вот эту нашу зеркалку. Слава нашему Господу. Еще я хотел бы, конечно, брат Андрей тоже часто напоминает, как ему нравится на Рождество Христово. И когда мы можем говорить это на трех языках. Славите Его, славьте Его и прейз де Лорд. И я хочу приветствовать всех вас три раза. Христос родился. Христос родился. Христос родился. Это дает нам возможность, слава нашему Господу. Это дает нам возможность всем участвовать, что не только, значит, или проповедник, или хор, или кто-то. Мы все в этом участвуем. И это есть, я думаю, имя Господне славится. Когда мы ехали сюда, когда мы ехали сюда, я думаю, каждый из нас, мы проехали много знаков, и возможно, кто светофоров, но кто больше, кто меньше. И для нас они уже особого значения они для нас не представляют. То есть мы знаем, где какой знак, мы знаем, где остановиться, где что. Ну, возможно, иногда, где скорость, кто-то, возможно, со стороны подскажет, что немножко забыстро едешь. И когда у нас было, значит, рождественское представление, было названо «Рождество глазами детей». И я так, когда, так же еще, это повторяется, эта тема продолжается на Рождество, подумал о Рождество глазами Марии. И когда я начал смотреть, оно, моя тема переменилась. Почему? Поэтому, очень часто, я думаю, младшие, кто меньше соприкасаются или с православными, или с другими, там, ее велеть Марию, не только Дева Мария, но она еще и Матерь Божья. То есть она как бы стоит выше, намного выше, и ее почитают. Ну, и католики почитают. И вот, когда я хотел, значит, посмотрел на Рождество глазами Марии, и тема переменилась не просто в Рождество глазами Марии, а назвал это я «Наши путеводители». Почему? Потому что я посмотрел, я думаю, и вы это знаете, просто хотел бы, можно сказать, как бы обобщить, я буду стараться меньше читать, потому что эти места мы все знаем. Но я увидел, что Мария, она была очень похожа на нас, современных людей, в том, что как она поступала. А также, не только эта одна сторона, а вторая сторона, что мы похожи на нее. И также те свидетельства или информация, которую она получала в определенное время, она их не знала. Также и мы, когда мы нуждаемся в том, как поступить, мы часто не знаем. Но нам Бог дает свое время каким-то способом, и мы продолжаем наше хождение. Хотел бы задать всем вопрос. Иаков и Ильи. Как Иаков и Ильи? Это не древне, не светлого завета, не пророки. Иаков и Ильи. Чем они, как они причастны к Рождеству Христову? Ну, я, конечно, тоже сам не знал, потому что я прочитал, то это я знаю, то я об этом и скажу. Иаков и Ильи, конечно, я прочитал в Библии. Это два дедушки Иисуса Христа, два земные дедушки. Один по Марии, а один по Иосифу. Иисус Христа, два земные дедушки. С первой главы, с 32 стиха. Он будет велик и нарыцется Сыном Всевышнего. Я думаю, вы знаете, кто это говорил и кому говорил. Это говорил ангел Гавриил Марии. Я думаю, когда мы... Я не стараюсь это делать в этом какое-то ударение на то, чтобы, значит, доказать, что Мария была более простая. Но просто как оно есть, рассуждаю. Когда Христос был, когда Он был Сын Божий, Ему не нужно было, чтобы кто-то говорил. Или чтобы кто-то объяснял. Или если даже хотели что-то как бы Ему как-то уловить, они Его не могли. Он был именно таковым. Он был Сыном Божьим. Но мы видим с самого первого начала. До этого времени Мария, она была в таком небольшом возрасте для нашего времени. Хочу сказать, чтобы мы... Иногда мы говорим, что Мария где-то, возможно, было 14 лет или сколько там. Не думали, что, о, а у нас сейчас такое. Было время, когда Бог так устроил. Когда люди жили по там 500-700 лет, у них было... Они в свое время становились совершенными. Во время Марии в свое. Сейчас тоже есть тот же совершенный воздух совершеннолетия, который у нас есть. Так что мы не должны как или думать, или что, что она была замолодая, или какая-то. Я знаю, я знаю, не из Библии, но так вообще говорят, что Мария, как и все остальные, не остальные, но как и многие девушки того времени, она к этому времени закончила школу. Ну, тогда школа была, можно сказать, более, она связана с Библией, с Писанием. Так что она Писание уже знала. И вот, когда она вот эту закончила школу, вот в этом возрасте, появляется ей ангел Гавриил. То есть, говорит то, что она о том, какое ее назначение на земле, как Бог ее будет использовать, она до этого времени не знала. Как бы, к чему я говорю, чтобы, что она не то, что Богоматерь, такая, что она была в какой-то высоте. Она была простая девушка, которую Бог благословенная, которую Бог использовал. И мы видим, что когда ангел ей об этом возвестил то, что она ничем не знала, и он объяснил ей, что она речется сыном Всевышнего. Дальше, когда возьмем Иосифу, так же было сказано, чтобы он не боялся взять свою жену Марию. Это было, когда она сделала вот это решение, да будет не по слову твоему. Она не знала, что уже будет как, и, соответственно, тому времени, возможно, было бы ей, были бы проблемы. Но мы видим, что когда Бог ведет, то он и устраивает. И здесь мы видим, что говорит ангел Иосифу, значит, не бойся взять жену Марию твою. Я думаю, сейчас современное поколение, даже у нас где-то приглашение, по-моему, есть, будет брат говорить на тему молодежи, времени Фейсбука. Сейчас, возможно, не ангел говорить, а часто люди избирают по Фейсбуку, что я не хочу осуждать, но это другое время. Я знаю, что старшие поколения, многие, которые женились, которые выходили замуж, они имели это слово или через сон, или через пророка, или каким-то словом, или каким-то знамением. Подобно как иногда говорят, что у них только, значит, пророчество, чтобы только выходить замуж. Мы видим, что Господь из этого, что было повеление, и это не было таковое обстоятельство, которое или запрещается, или не разрешается. И из этого тоже мы видим, что как Иосиф, Мария, как они уже, значит, стали семьей, тоже мы видим, что они путеводились, они не были такими, какими-то абсолютно сверхъестественными, чтобы все знали наперед, у них были сомнения, у них были такие, как мы видим, Иосифа тоже были мысли, которые ему нужно было переменить, и он их переменил. Дальше подтверждение я не буду читать, когда Мария зашла к Елизавете, там Елизавета тоже ей говорила, и они обе славили Господа. Следующее, я хочу это просто так напомнить своими словами. Вышло от Кесара Августа повеление. Казалось бы, оно ничего, никакого значения, влияния и отношения не имеет к Рождеству Христову, что Ему должно было родиться, к тому, что ангел Гавриил говорил. И мы видим, что, к чему я иду здесь? Ни Мария, ни Иосиф, они не старались, или им не было сказано, они из Писания сами не знали, что нужно делать, что. Они не сказали, вот так написано, если уже так, значит, мы сегодня идем в Вифлеем, пойдем, ты должна рожать в Вифлееме. Им это не было сказано, они этого не знали. Мы видим, Кесар издает повеление, и идет повеление, и им как раз получается идти в то место. Я думаю, все, не все, ну, я думаю, многие из нас, кто прошел жизненный путь, в нашей жизни тоже было так. Мы или что-то планируем, или что-то не планируем, но так получается, как-то не крути, а оно нужно вот так получается делать. И мы видим, что вот и Мария, и Иосиф, они не запланированно шли в этот Вифлеем. Но что же получилось? Мы видим, тем, что Кесар издал вот это повеление, тем, что они были родом из Вифлеема, этим сбылось со Словом Господнем. Слава нашему Господу! Также, я думаю, хотел бы, чтобы мы видели, что, я думаю, как Мария и Иосиф, они похожи тем, что они не знали, но посредством истечения обстоятельств Бог сделал так, что Слово Господне выполнилось, и, возможно, и нам нужно не всегда. Также, если что-то получается, мы хотели бы, возможно, не так, можно подумать, что в этом есть и воля Господня. Я, возможно, когда по теме подойдет тоже одно время, не одно, не один раз, но и уже так, как бы, это было в машине, ну, Господи, я не знаю, что делать. Так сказал, ну, громче, чем здесь, потому что уже, как было это самое, как только открыл глаза, и мне все, все, все пошло сразу своим ходом. Когда мы что-то скажем, вот, так же, оно здесь у них получилось таким способом, что они получили вот это мы, такое косвенное, не про мое повеление, но посредством истечения обстоятельств, они получили себе такое, куда им идти. Дальше я здесь, на данный момент, если будет время, то я, можно скажу, пропускаю один пункт, который я назвал «Загадка Вифлеема». Если будет время, я немного, может, скажу. Дальше, когда мы идем, то читаем Слово Господне, когда они зашли через восемь дней в храм, если согласно закону, то можно так здесь и в конце говорится так, в 33 стихе 2 главы Луки говорится, что Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Я бы предложил, я бы так подумал, что Марии там не было, потому что если через восемь дней им не положено было являться еще в храм, возможно, слова, которые Симеон сказал, были переданы ей, я не могу сказать точно, но мы видим, что здесь был Симеон, который пришел в храм по вдохновению. Я думаю, иногда нам говорят здесь, что ну не здесь, так говорят, что мы должны ходить значит на служение только по вдохновению. Часто мы говорим, мы находим словописное, что по обыкновению люди пришли, то есть по расписанию, по обыкновению. Почему здесь он по вдохновению? Потому что он был, я так представляю, Симеон был уже в возрасте и ему не было как бы, и это не был особо праздник или такой день, потому что восемь дней, когда оно заканчивалось, оно не всегда, это был праздник, не всегда было воскресенье, когда обычно посещают, но именно вот в этот день он пришел по вдохновению. То есть Господь ему даровал такое желание, даровал такое желание особенное, которое он не мог ему значит противостать, и поэтому он и пришел. И когда он взял и говорит, и потому что, как ему было сказано, что он не значит не будет жить, доколе не увидит владыки, и говорит, мы не отпускаем раба твоего, владыка по слову твоему с миром, ибо вители очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Мы видим, находим здесь тоже. Ну, я думаю, я желал бы всем нам, всем нам, у кого есть дети, у кого будут дети, чтобы когда они у нас, дети появляться, чтобы о наших детях говорилось хорошо, и чтобы мы сами даже удивились и удивлялись. Ну, слава Богу, пускай так будет. То есть, здесь было особенное предназначение дано для Иисуса, о том, которое ни матерь, ни Иосиф, они не знали. Они как бы знали, что есть особенное, но то, что говорилось о том, они еще, еще научались, они еще воспринимали, они еще всего этого не знали. Они, значит, и Мария особенная, она говорит, что будет не по слову твоему, но как оно, что оно, она этого не знала. Я думаю, иногда бывает так, что мы в две стороны, если исходя из жизни, в две стороны можем дивиться о наших детях, дивиться, что они что-то и хорошее сделали, иногда подумаешь, как они могли так и сделать. Ну, я желал бы, чтобы нам осталась одна сторона, хорошая сторона, чтобы мы могли, значит, начать удивляться и благословлять наших детей. И как Симеон здесь благословил, и еще было пророчество здесь. но, то, что хотел бы я, хотел, хотел заметить в том, что Мария и Иосиф, они были также подобны нам. Покуда им не было сказано, они об этом не знали, они удивлялись. И, я думаю, достаточно таких слов, чтобы, конечно, Мария, она благословенная у Господа, но люди, когда обожествляют ее и молятся к ней, мы видим, она, она, она не была, как Иисус, потому что он был Сын Божий. А она была, как благословенная у Господа, которую Господь, значит, использовал для этого дела. Дальше, если где-то можно высветить Луки 2 глава 10 стих, я не буду читать, и там дальше несколько стихов, когда пришли пастухи. пастухам, возможно, я не знаю, сколько им раз являлись ангелы в их жизни, но для того, чтобы возвестить об Иисусе, они, конечно, явились один раз. Было ли еще им о каком-нибудь рождении явлено, не знаю, не написано, но мы видим, что это было особенное явление в их жизни. Я думаю, они долго сколько жили, рассказывали еще и другим, будучи там особенно ночью, когда они, чтобы не заснуть, как это оно было, как оно продолжалось, но что я хотел бы заметить. Когда они рассказали Марии, когда пришли, нашли, где она была, когда они рассказали, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Я думаю, мы можем подумать, можно подумать, что это, вот можно, если бы не было Мария, то можно прочитать, а мама сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Я думаю, что мамы так делают. Если где-то они, если слово о наших детях было сказано или будет сказано, для нас это, оно имеет особое значение, одно особое запечатление оно имеет в наших сердцах, которого мы, как бы, помним, и когда приходит вот этот момент, оно там есть, и оно нам помогает. И интересно то, что когда уже пришли пастухи, когда пришли мудрецы, уже там не написано, как бы, я думаю, она уже дивилась, и Мария, и Иосиф, что даже с такой далекой страны люди так пришли, и так возвещают, так говорят, что было, но уже до этого времени было достаточно у них такого знания о особом величии Господа, что они уже, возможно, как бы, возможно, и не перестали удивляться, но уже были более к этому восприимчивы, более могли разуметь, что это есть особое событие, какого еще ни они не знали, что они находятся в особом, они находятся в особом избрании и предназначении от Господа, чтобы что-то особо великое совершилось. И дальше находим также, что когда уже сначала только Марии было сказано, но потом, когда уже была их семья, и когда оказалось, что они по причине Ирода, они находятся в опасности, то мы видим, что ангел является Иосифу. Является Иосифу один раз и является Иосифу другой раз. Когда нужно было идти в Египет и когда нужно было идти из Египта. И это уже, как бы, ну, возможно, там они уже понимали, особо не удивлялись, они быстро собирались и делали свое, то, что им необходимо было для того, чтобы получить им спасение. И хотел бы в заключение еще одно место напомнить, которое, возможно, оно не напрямую связано с Рождеством, но оно связано с тем, значит, с нашими путеводителями в нашей жизни. мы видим, что не всегда слово идет напрямую, прямо от Бога. Иногда жизненные обстоятельства, как они руководились и через его сне. И вот, когда это 2-е, Луки 2-я глава, 42-го стиха, и немного ниже можно проводить, так, и вот, когда они, было время, когда они ежегодно ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и они уже возвращались, ну, до 44-й стих, но думали, что он идет с другими. Пришедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедший его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивились разуму и ответом его. И увидевши его, то есть родители, увидевши его, удивились. И матерь его сказала ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Мы видим, они так же, как и простые земные родители. У них, как бы не было такого откровения на это, что где-то так, но мы видим, они, как мама, как папа, они переживали, они заботились. И здесь Мария выражает, что они с великой скорбью его искали. Я думаю, так же происходит и в нас, когда, особенно на молитвенных служениях, папа и мама заявляют о своих детях, о своих сыновьях, о своих дочерах, да и о ближних тоже, со скорбью, что, возможно, здесь был три дня у них мы нашли, возможно, как сегодня напоминалось, что, возможно, годами наши молитвы уже идут, и вот нету, как бы, вот этого ответа. Но мы видим, Мария так же, она, ни Мария, ни Осип, не знали, где он, покуда они его не нашли обыкновенным способом. Нужно было приложить усилия и так, без никакого водительства, как бы, искать, где оно может быть, где его оставили. Я думаю, пусть будут эти места для нас уроком, что мы также не должны, если Бог нас вразумляет, быть благодарными. Если обстоятельства у нас что-то, также именно быть открытыми нашим умом к этим обстоятельствам. А если мы видим, что и ни того, и ни другого нету, то нужно и где-то, как бы, и своими усилиями и мы видим, что они усилия приложили и нашли своего сына. Слава нашему Господу! Я думаю, пять минут еще есть у меня? Тогда братья сказали, что можно. Я хотел бы сказать еще о загадке Вифлеема. Это оно и связано, но оно можно быть и отпущено, значит, опущено. Почему загадка? Я думаю, интересно то, когда мы были в Союзе, вот, значит, мы находим Луки, 2 глава, 7 стих. Потому что не было им места в гостинице. Когда мы находим это место, мы думаем, большинство думали так, ну и нехорошие же там люди были. Как это? Так, для Христа не нашлось места в гостинице. Затем в американском я увидел так, что они показали, насколько, что это гостиница, вот это было настолько такой хороший хозяин, что там было все переполнено и он нашел место. И вот такие два вопроса. И я так посмотрел, было пару лет назад свадьба в Кентаке, у нас там родственники есть. И когда если едешь один в гости, значит можно переночевать. Но когда была свадьба, то мы ночевали в гостинице. Почему? Потому потому что там только может молодая дружки там были, все было занято. Там не было места. Если взять, перенестись в то время, я не знаю, были гостиницы таковые, как сейчас, сколько там было мест, много ли можно было, мало ли можно было поместить людей, это нам трудно сказать. Возможно евреи там немного больше знают, какое было положение. Но факт то, что когда было объявлено это, что нужно людям идти, людей пришло много, и это было обыкновенное явление, что значит не было места в гостинице. Для меня загадка состоит не в этом. Загадка состоит в том, Мария, когда пошла к Елизавете, она там прожила три месяца пишется. И вот перед тем, как должен быть Иоанн родиться, она уже ушла в свою сторону. Дальше через шесть месяцев, но не через шесть месяцев, когда уже пришли мудрецы, это где-то два года от рождения Христа, ну полтора года, они нашли Марию с Иосифом опять в доме и тоже в Вифлееме. Значит до этого было, она могла там три месяца пробыть. После этого она была в доме. А вот как раз через шесть месяцев после того, когда она была у Елизаветы, она была там через шесть месяцев рожала, ей почему-то не было. И от другое место вспоминается, вспомнилось, что когда вот это притча о добром саморанине, знаете, там когда добрый саморанен взял вот этого, который был израненый, он его там первую помощь можно сказать оказал, и куда он его завез? В гостиницу. И получается так, что в то время гостиницы, они имели какое-то, возможно, не знаю, были там их госпиталя, они имели какое-то немного медицинское отношение. Я знаю, что в Алабаме один человек молодой, его не было еще иншуренца, чтобы не платить, и когда пришло время жене рожать, то он старался где-то ездить вокруг пожарный, когда придет момент, пожарник они тоже в этом натренированы, и там они могут бесплатно принять роды. То я не знаю, меня это привело на такие мысли, что возможно в этой гостинице и на этой соломе, я думаю, если старших людей спросить, то и молодежь, даже мы иногда на сеновале, там, где было сено, старались наоборот, это интересно даже поспать, потому что это такое необыкновенное событие, что можно на сене поспать, и там неплохо. И возможно в то время это там, где и особенно предприимчивые гостиницы, владельцы, они делали удобным вот это место, и оно в те времена не таким же было и трудным, как мы думаем сейчас, что они были, они очень-то хорошие люди. Вот, и поэтому для меня получается так, что ей, им было выгоднее быть в этой гостинице, нежели у родственницы, значит, побыть еще, возможно, там теснота была, или что. И вот, а точно все сказать я бы не мог, не могу. Но в заключение я хочу сказать, я думаю, что те, которые ее приняли, они не знали, им, я думаю, не было откровения, кто это, покуда пастухи не пришли, они знали, слышали они, не слышали пастухов. Но я так для себя хотел бы заключить и для всех нас, что для тех, которые приняли Христа и хотя бы вот этой Бог не требует того, что у нас нету. Но если что у нас есть, мы должны этим, значит, поделиться. Но я думаю, что Он им скажет, что я был странником и вы приняли меня. Пусть Господь благословит это размышление. Если у кого-то есть, может быть больше, я, конечно, хотел бы еще больше об этом узнать. А Господу за все пусть будет слава. Аминь. Мы все вместе истаем. Аминь. 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 Аллилуйя! 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 Иисуса Христа. Он сегодня, брат Петрович, говорил, как он пришел на эту землю. Как он пришел теми назинами, брати и сестри, теми долинами смертной тени, где смерть ишла по следам Его. И по указанию всемогутнего Бога, под охраной Ангелской Небесной, Иисус Христос, он пришел, чтобы пострадать на Голгофском хрисе. И вы знаете, как он, ну, спокойно пришел до твоего. И моего сердца сказано было какое-то слово, тем или иным проповедником, или, может, спивом каким. И мы приняли Иисуса Христа как своего спасителя. И от божественного благодатия нам дарено все, что мы только шли сегодня и славили Иисуса Христа. Вы знаете, брати и сестри, славите Иисуса Христа, это не только радость для моей души, но и там есть победа. Когда мы читаем Слово Божие, даже в старом заповедении, люди спевали, трубы грали, и победа приходила для народа Господнего. Вы знаете, брати и сестри, когда сердце наповнялося Сауло злым духом, то он брал Давида, он играл на Архвии, и этот дух уходил. Там ишло славословие всемогущему и святому Богу. Я читаю Слово Божие, написанное 17 глава Луки, из 11 виршу и ниже. Идя в Ярусалим, он проходил между Самарой и Галилеей, и когда входило в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, сын, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Туда Иисус сказал, «Не десять ли очистило? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме Сегоина-племенника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Люди страдали. Люди не могли быть в обществе. Они были за городом, в поле ходили, оцени 10 душ, зібрались разом, и они ходили, ожидали свою судьбу. Что має быть? Померти? Чи кто-то нас здоровит? Бои чули про Иисуса Христа. Пройдем мы сюда, чи не пройдем? Мой брат и сестра, независимо, где ты жив? Россия, Украина, Белоруссия, село, чи місто, в яком ты жив? Но тодою прошел Иисус Христос. Он дал тебе и мне очищение от всякого скверного слова, духа. И знаете, чистый разум, чистое сердце. И он мне дал указание, как тому, Марии и Йоцибу, что мы шли сегодня за Иисусом Христом. Был час, когда мы с ним зустрелись, какие волхвы, и брат нам читал в предыдущих дни, что когда они зустрелись за Иисусом Христом, написано, что они уже пошли другую дорогу от Иисуса Христа. Так и наше життя было. До Иисуса одна дорога, зустрелись за Иисусом, совсем другая дорога, хотя может терниста, каменниста, тяжко идти, но кинец ее життя вечно за Иисусом Христом. Слава Богу нашему! И вот, брати и сестры, мы получили это вечно освобождение от всей, знаете, прокази греха и беззакония, от вечных мук, от смерти. Мы сегодня Иисусу Христу служим, мы Ему принадлежим и Он кроет нашим життям. И вот эти люди, они ожидали того, какого-то, ну, такого доброго часу, когда прийдет для жизни их. И вот, знаете, Христос не замедлил, Он знал, что там есть вот эти люди, которые ожидают Его и хотят от Него получать милості, потому что от людей абсолютно ни от кого не можно было ждать. Никому эта болезнь не покоралась, кроме нашего Господа Иисуса Христа. И вот написано, брати и сестры, что эти люди умели молиться. Они умели молиться, потому что они сдалека побачили Иисуса Христа и начали умоляти Его, начали молиться до Него Иисус, наставник, помилуй нас, помилуй нас, потому что немає милості абсолютно от кого. И Он им говорит, идите, покажите это священникам. Вы знаете, брати и сестры, прийти, при проказе, показывать священникам это заборонено. И вот, брати и сестры, как можно вирить в те слова, чтобы идти, но эти люди умели вирить. Мели вирить. Вы знаете, они поверили словами Иисуса и идут си десять показать священникам. И написано, когда они очистилися. И когда глянув оцей и один, что он чистый стал, он возвращается назад до Иисуса Христа и написано, он его славит, он его дякует. И мало того, падает в них Иисуса Христа и прославляет Бога. Через Него принесет достойную хвалу Богови, брати и сестры, а если бы Христос не дробил бы, хвала не поднесла Богови. И тому, брати и сестры, мы очищены. Я сегодня хвала через твои и мои уста до нашего Бога. Может, не раз здесь вопрос а как дякувать, как брат говорится дважды что сталося, а не решенник много вопросов в жизни нашей и тогда дякую. Слово Богорик за все дякуйте. Не пристанно молиться за все. Дякуйте Богові, мои любые брати и сестры. У Бога все решено. Сегодня брат Петро нам ввел таку, знаете, direction, как совершалось спасение наше. И может, сегодня людям нам не зрозумело как, чому. От них говорится, что брати так написано, так мое быть, то так написано. Но пережить было этим людям простым, не знатим, не святушим. Они абсолютно не знали цей direction, который мое привезти. Даже Мария до Голгофи вона не могла зрозуміти. Вона не зрозуміти, брати и сестры, только с допомогою Духа Святого. Наверное, она зрозумела, кто это народился через ее внутренность, брати и сестры. Как в жизни нашему брати и сестры зустричается то, что нам не зрозуміло, может оно уже пройшло, но мы слез 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 не не розумію, чому так сталося в моем жизни. И не зрозумієш. А в очи когда не прийдешь туда в присутствии всемогутнего Бога, Он там тебе расскажет этот директор твоей жизни. Знаете, мы часто смотрим и говорим почему ему такая жизнь благословена? Потому что у Бога есть для каждого своя дорога, для каждого судьба своя, брати и сестры, для каждого Бог отмирал то, что нужно, что он может пронести, или не может пронести, брати и сестры, Бог того не даёт, но даёт каждому по силе, чтобы ты и я мы могли пронести те, что взяли на плечи свои. Бог не даёт Христа. Знаете, мы сейчас молимся, Боже, ты дав Христа, Бог не даёт. Він говорит, возьми Хрест твій, прийди до меня и следуй за мною. Мы это беремо, брати и сестры, чтобы пройти за нашим Иисусом Христом. И часто может тяжко, но знаешь, что это под силу тебе. Бог сверх сил абсолютно никому не даёт. И вот эти люди, брати и сестры, они не воздали славу Богу и Богу дивился. Ни 10 льв очистилось, значит, числит и 9. А чому один возвратился, чтобы воздать подяку Богу? И вы знаете, брати и сестры, он получил больше, чем эти 9. Слово Божие каже, как они не возвращались воздать славу Богу, кроме всего и племенника, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Мало того, что мы очищаемся, но мы получаем через славословие, что мы своё життя посвящаем Богу, яке б оно не встречало в жизни нашей, но мы славим имя Господа нашего Иисуса Христа маем спасение. Яку ця людина, брати Маисе скажи, иди, вера твоя спасла тебя. Чому? Бо він через Иисуса Христа познав Бога, він через Иисуса Христа поклонился, как бы Богови павши у них Иисус Христу. Браты и сестри, мы сейчас думаем, оно не мало значение, что я скажу Аллилуйя, слава Богу, для Бога оно великое и значное, потому что ты особа людина, призвана к добрым делам, славить имя Господа нашого Иисуса Христа. Мои любые брати и сестри, как бы ни встречали в жизни нашу та чи ища судьба, мы должны дякувать нашему Богу. Ви знаете, свого часу, когда был приказ царя, чтобы москве, пол, который народился, в Египте был кинут в эту речку. Браты и сестри, там умертвлялись младенцы и так дальше, но в планах Божих был младенец, имя Моисей. И вот брати и сестри, как скралась его судьба, я думаю, маме не очень было приятно это все чувствовать, переживать и так дальше. Насколько она была счастлива, когда позвала дочка цара, чтобы она скормила этого младенца. Я думаю, брати и сестри, слезы лились, познала сегодняшний, позже, но она должна расстаться с малышом. И вот прийшел тот час, я думаю, он так скоро пробегает, и вот она отдаёт этого хлопца. Но Слово Божие говорит, брати и сестри, когда он возрис, когда он выучился, набрался силы, разума и так дальше, но Слово Божие нам говорит, еврея 11 глава 25 и лучше захотел страдать с народом Божим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Мои любые брати и сестри, кто это может открыть крым самого Бога. Это все временное греховное наслаждение. Как оно сегодня увлекает молодое поколение. Как они сегодня брати и сестри увлекаются селефоном и так дальше. Есть он там, лягает спать он там, едет, колено обреагает, но на селефоне и так дальше. Вон сегодня увлекается временное греховное наслаждение. Все сегодня лишаются жизни из-за того, что влечение до этого временного брати и сестри. И будучи в таком, маючи привилегию, быть внуком царя, может быть наследником, но написано лучше захотел страдать народом Божим, чем иметь египетское временное греховное наслаждение. Мои любые брати и сестри, я думаю, насколько мама была благословенна рада, что ее сын ось так поменял. В свое время я слышал, когда сказали Беллигрему, чтобы он дав кандидатуру на президента Америки. Он сказал, я не хочу поменять выше призвание на нижнее. Мои любые брати и сестри за это платят миллионы грошей, чтобы быть. Это престижно, но человек, которая познала Господа, она посчитала это все временное греховное наслаждение. Мои любые брати и сестри, приносите достойную хвалу Богови, потому что Он спас тебя и меня. Это все пройдет. Вы знаете, как брака. Сегодня говорят, что вечером будет что-то такое, ну, не понятно, делать, но это пройдет. Мы ждем весны и так дальше. Времена этих лет проходят, но придет тот момент, придет тот день, брати и сестри, которого никто не обменить, никто не переменить, никто не переживет, но Церковь Господь его ожидает, потому что когда это все сбывается, поднимите очи ваши, приближаются и сбавление ваше. Мы любим брати и сестри, если мы тут не научимся хвалить Бога, как мы там будем хвалить нашего Господа, за его милость, за его спасение, за то, что он пролям свою невинную кровь, представьте собі, будучи Сином Божим, будет сидеть и поправиться Отца Небесного, когда ангели хировыми славлять его, величают его святое имя, но он стоит и говорит, я иду на эту землю, чтобы такого, как мне, чтобы таки как вас привезти до Отца Небесного, чтобы мы сегодня славили имя Господа нашего Иисуса Христа, и поэтому мои любые брати и сестри, мы сегодня отвечаем за это, как проходит твоя и моя жизнь перед лицем Бога нашего, сколько мы тратим часу, брати и сестри, для того временного греховного наслаждения, и сколько мы тратим для славы нашего Господа Иисуса Христа написано за все, мы в Отцвяте, брати и сестри, за все мы відповімо, и поэтому нехай Господь нас благословит, чему, вы знаете, когда, как я сказал, наше жизнь проходить, часто засловлять нас, смеются над нами, и Слово Божие каже, 1 Петра, 4 глава, 14 вверх, если засловить вас за имя Христово, то вы блаженны, кеми он хулиться, а вами прославляються, брати и сестри, не обида приходить, знаете, не уния приходить, а приходить слава Богу, чому, Дух Божий, Дух Святий є на твоем сердце, у твоему житті, у твоему душі, а його хулить оці беззаконники, а і Слово Божий каже, вами хулиться, їм хулиться, а вами прославляються, мої любі брати и сестри, ми повинні цим гордитися, що ми прославляємо імя, навіть в кулєнні нашої житті, коли над тобою чоловість сміються, а ти повинен дякувати Богові, щоб пославиться імя Господі через твоє життя. І тому, мої любі брати и сестри, в любих случаях, дьявол посрамнені, як би не було з твоїм життям, моїм життям, але дьявол посрамнені, хоча б він сміється над тобою, але в тому славиться ім'я Боже, славиться дух Господні, славиться ім'я Господні, тому що він над тобою чи за наною сміється, і тому нехай Господь нас благословить, мої любі брати и сестри, нас Бог не забуває, абсолютно, хоча б вже тебе чашко, і може кажеться, що стіни кроб твої молитви, і кажеться, Бог мене не чує, і Слово Боже каже в Ісайі, що так говорили ізраїльчани, Сіон, говорили вони, каже, Бог забив про нас, не чує нас, тому що в розсіянні, і він каже, забудеть ли мать грудного дитя плод чрева своєго, а якщо б і забила, то я ніколи не забуду, тому що я чертав тебе на дладях своїх, а вони завжди передо мною, хава оче, брати і мої та сестри, твоє і моє життя, воно є дорого в очах Господа нашого Ісуса Христа, Він ніколи тебе не забуває, але Він хоче, може, тебе і мене научити в тому чи іншому, ви знаєте, в розкоші ми, я би сказав, не вміємо жити, от гонення, притіснення, ми вміли жити, ми вміли стояти, ми вміли славити ім'я Боже, ми вміли ходити пішки 20 чи 15 кілометрів, ми це вміли, але, брати і сестри, сьогодні в розкоші ми не вміємо приїхати, може, пару міль, сісти в гарну машину, в теплое, сідзіння, яке грійця, навіть знизусь зверху, але ми не вміємо це зробити, ми не вміємо приїхати, щоб прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа, і часом Бог стоїть вдалі, вдалі, щоб ми взискали Господа, як должно взискати Його, і тому, нехай Господь нас благословить, мої любі брати і сестри, щоб ми служили Йому достойною фалою, я ще раз прочитаю, і так будемо через Його, непрестанно приносить Богу жертву хвали, тоїсть плод ус, прославляючих ім'я Його. І закінчена, єврея, з 12-ї голови, 2-й вірш, і нысьче, взирає на начальника ісовершителя вери Ісуса, котрій, місто, прилижавши йому радості, притепел крест, пренебрегши поздравління, і воссел одеснує престола Божия. ПОМЫСЛИТЕ ОТЕРПЕВШИМ ТАКОЕ НАД СОБОЮ ПОРУГАНИЯ ОТ ГРЕЩНИКОВ ЧТОБЫ ВАМ НЕ ИЗНЕМОЧНИ НЕ ОСЛЮБЯТЬ ДУШИМИ ВАШИМИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ДО КРОВИ СРАЖАЛИСЬ, ПОДВЯЗАЛИСЬ ПРОТИВ ГРЕХА І ЗАБЫЛИ УТЕШЕНЬ, І ЗАБЫЛИ УТЕШЕНЬ, Которе ПРОДЛАГАЕТСЯ ВАМ КАК СЫНАМ, СЫН МОЙ, НЕ ПРИБРЕГАЙ, НАКАЗАНИЯ ГОСПОДНЯ КОГДА ОН ОБЛИЧАЮТ ТЕБЯ, ИБО ГОСПОДЬ КОГО ЛЮБИТ, ТО НАКАЗАВАЕТ, БЁТ ЖЕ ВСЯКОГО СЫНА, КОТОРОГО ПРИНИМАЕТ, ЕСЛИ ВЫ ТЕРПИТЕ НАКАЗАНИЯ, ТО БОГ ПОСТУПАЮТ С ВАМИ КАК СЫНАМИ, ИБО ЕСЛИ КАКОЙ СЫН, КОТОРОГО БЫ НЕ НАКАЗАВАЛ ОТЕС, ДЕЖЕ ЛИЖЕ, ЕСЛИ ЖЕ ОСТАЁТСЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ, КОТОРОЕ ВСЕМ ОБЩЕ, ТО ВЫ НЕ ЗАКОННЫЕ ДЕТИ, А НЕ СЫНЫ. ПРИТОМ, ЕСЛИ ВЫ, БУДУЧИ НАКАЗАВАЕМИ, ПЛОДСКИМИ РОДИТЕЛЯМИ НАШИМИ БОЯЛИСЬ ИХ, ТО НЕ ГОРАНЗАЛИ БОЛИ ДОЖНЫ ПОКОРИТЬСЯ ОТЦУ ДУХОВ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, НЕ ТЕ НАКАЗАВАЛИ НАС ПО СВОЕМУ ПРОИЗВОЛУ ДЛЯ НЕ МНОГИХ ДНЕЙ, А СЕЙ ДЛЯ ПОЛЬЗА, ЧТОБЫ НАМ ИМЕТЬ УЧАСТЬНИЕ В СВЯТОСТИ ЕГО. ВСЯКОЕ НАКАЗАНИЕ В НАСТОЯЩЕ ВРЕМЯ КАЖЕТСЯ НЕ РАДОСТЬЮ, А ПЕЧАЛЬЮ, НО ПОСЛЕ НАУЧЕНИМ, ЧЕРЕЗ ЕГО ДОСТАВЛЯЕТ МИРНЫЙ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ. ИТАК, УКРИПИТЕ ОПУСТЕВШИЕ РУКИ, ОСЛАБІВШИЕ КОЛЕНА, И ГОДИТЕ ПРАМИ НОГАМИ ВАШУМИ, ДАБЫ ХРОМЛЯЩЕ НЕ СОВРАТИЛОСЬ, А ЛУЧШЕ И СПРАВИЛОСЬ, СТАРАТЕСЬ ИМЕТЬ МИР СОВСЕМИ, И СВЯТОСТЬ, БЕЗ КОТОРОЙ НИХТО НЕ УВИДІТ ГОСПОДА. И ТОМУ, МОІ ЛЮБІ, БРАТИ, ДА СЕНСТРИ, НАУКА УСПОДНЯ, ХАЙ БУЛА БИ ПОЛЬСА ДЛЯ НАС, ДЛЯ НАШОГО ЖИТЦЯ, ЧОБИ МИ НЕ ВСТРІЧАЛИ ЖИТЦІ НАШУ, МИ ПОВИННИ СЛАВИТИ, ДЯКВАНИ БОГА, ТОМУ ЧЕ ВІН БАЧИТЬ, БРАТИ И ЗЕСТРА, НЕ ТАК, ЯК МИ, НЕ ТАК, ЯК ЙОСИП ЧИ МАРИЯ, ВОНИ БАЧИЛИ СЕЙОННІЙ ДЕНЬ, МОЖЕ ДО ОБІДА, НО НЕ БІЛЬШЕ, АЛЕ ГОСПОДЬ БАЧИВ РОКИ, БАЧИВ СТОЛЕТТЯ, ТИСІЧОЛЕТЯ, ВІЇ СІНІ ЗНАЮ ТВОЄ, І МОЄ ЖИТЦЯ, ЯКЕ МАЄ БУТИ ВЗАВТРА, І ТРЕТІГО ДНЯ, І ТОМУ ТО ВІН СІНІ, ТО БІЛЬШЕ МЕНІ РОБИТЬ ТЕ ЧИ ІНЩЕ, І МОЖЕ ВОНО, ЯК Я ПРОЧИТ БОЛЬНО, НЕ ПРИЄМНО, І ТАК ДАЛЬШЕ, АЛЕ БРАТАЇЇ СЕСТРА, ВОНО Є ПЛОД ПРАВИДНОСТІ НАШОЇ, БРАТАЇЇ СЕСТРА, ВОНО ЙДЕ ДЛЯ ТОГО, ЧОМИ ВИ ПОБАЧИЛИ СВОЇМ ОЧИМА НАШОГО ГОСПОДА ІІСУСА ХРИСТА, І ТОМУ БУДЕМ ПРИНОСИТИ ЧЕРЕЗ НЬОГО НЕПРИСТАННО, ХВАЛУ ЙОМУ, НАШОМУ ГОСПОДУ ЗАТУ МІЛ� ПОВИКИ, АМЕНЬ